всем большой 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 привет у меня для вас сегодня новый урок вязания крючком я связала шарф у меня получился необычный рисунок он состоит из далеко сидящих друг от друга прямых линий я добилась такого эффекта тем что я чередовала полустолбики с накидом я сначала вязала в правильную петлю в первую петлю а затем в третью я вам сейчас все объясню в подробностях как это делать мой крючок шириной в 12 миллиметров а пряжа у меня была такая на которой написано что нужен крючок 8 на 10 миллиметров я специально взяла более толстый крючок чтобы у меня шар получился не очень плотный а такой как бы с воздухом между петлями то есть более легкий свободный мне понадобилось всего четыре клубка даже я бы сказала три и еще где-то три четверти четвертого клубка то есть у меня немножко еще осталось у меня шарф длиной в 120 сантиметров так как это двойной луп он два раза оборачивается вокруг шеи и луп это конечно на шарф который соединен в кольцо сначала я набираю петли воздушная их не считаю я просто померяю сантиметровой лентой мне как я рассказала нужно примерно 120 сантиметров потом я эту цепочку соединяю в кольцо и при этом нужно следить за тем чтобы у меня цепочка нигде не перекручивалась лежала ровно cow ну в в или в в в в в После того, как я соединила, я набираю еще 2 воздушных петли, чтобы подняться. И теперь я вяжу полустолбики с накидом. Когда я прошла весь ряд, я соединяю между воздушными петлями и самим столбиком первым. Теперь нужно снова набрать высоту. Раз, два. А вот теперь то, о чем я говорила. Теперь мы будем чередовать. Я сейчас буду опять вязать полустолбики с накидом, но я буду проходить не в саму петлю, а в так называемую третью петлю. Это та, которая образуется с обратной стороны. И поэтому у меня останется такой узор. То есть вот эти вот птички сами от петли, они остаются с наружной стороны. И так далее. Продолжение следует... Снова соединяю так же, как в прошлый раз, между воздушными петлями и столбиком. И теперь третий ряд я вяжу так же, как первый. То есть я набрала опять 2 воздушных петли, и я прохожу теперь нормально, в обычную петлю. И четвертый ряд я уже тоже сделала. И у меня получилась вторая линия. Сейчас я буду вязать пятый ряд снова обычными столбиками, обычными полустолбиками, то есть в обычную петлю. И всего у меня... Так я буду чередовать всю дорогу, и всего у меня шарф получится из 12 рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И чтобы придать шарфу немного стабильности, я последний ряд обвяжу по краю обычными петлями. Сначала соединю. А теперь пройду вот так вот по всей длине. То же самое можно сделать снизу, но это в принципе не обязательно. Я надеюсь, что вам понравился мой урок, я надеюсь, он вам пригодится. Одевайтесь зимой тепло, не мерзните и не болейте. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!